Мы продолжаем. Сейчас попробуем увидеть кусочек третьей решающей игры между... Хе-хе, Йомико и 120... Нет, 120 и Тиашем. Мы пропустили первые две игры, потому что параллельно шли два полуфинала нижней части сетки. Собственно, Йомико против Лоулита. Результаты, естественно, я вам спойлерить не буду, но запись вы сможете посмотреть. Сейчас на вылет идет игра. То есть это лузера, а стало быть, ошибаться нельзя. И самая последняя третья игра. Мы видим, что поставил, во-первых, Тиаш нычку с Маутен Кингом. Ее пытается отчаянно защитить. У него очень битый Маутен Кинг. Неплохое количество выше, кстати. Есть магазин. У Маутен Кинга половина ХП, но он стреляет, кидает второй молоток. Не знаю, сколько он уже по ХП получил, ну, сколько он уже набивать успел. Футмены с Дефенсом, конечно же, пытаются как-то выставить против двух героев, скелетов и финдов. А Пуш идет именно на Т2. Здесь вообще Т1. Т1 просто. Главное пережить. Тяжело. О, подождите. У МК 4,5 левел. И вышки есть. Тут ситуация весьма неплохая. Когда пят... Если получить пятый левел, то там вообще финдам будет тяжело. Конечно, хочется Т2. Конечно, хочется второго героя. А, вот он Т2 ставит на экспанде. Беспалево абсолютно. Даже не боится, что... Ну, на самом деле, он это делает не потому, что понтовый, а потому, что тогда у него будет возможность вызывать ментов к этой базе. Когда-то, давным-давно, в Роке, мне кажется, в начале ТФТ, можно было вызывать ментов к любому зданию альянса. Это значительно упрощало защиту экспанда. То есть, выходите на ЛТ, ставите нычку, да на любой вообще карте. И можете использовать ментов прямо вот со своего экспанда. Потом жалобы, правки баланса. И теперь ментов можно вызывать только к зданию либо единственному, либо... Ну, нет, почему? Это не противоречит логике. Просто к тому, которое лучше прогрейжено. Насколько я помню, так. Поэтому он берет... Он делает грейт именно на экспанде. Осознав тот факт, что продавить... Ох ты, не успеет загрейдить вышки. Осознав тот факт, что продавить экспанде не получится, там 4 базы... 4 вышки стоит, отстреливается. Пробовал, не получилось. 120 решил покрепиться. Он мог зайти на мэйн и увидеть, что там 3 башни грейдятся. Что они там не готовы совсем. Но он этого не сделал. Mountain King тем временем приходит к коколитам. Коколиты страдают, потому что с одного молотка умирают. В это время еще потихонечку, там, шаг за шагом. Мидвеган. О, телепорт? Ничего себе, вот это развод. Представляете, насколько МК суров. Он заставил. И он не собирается отсюда уходить, хотя мана у него на... Надо уходить вообще. Ну, хотя у него 2 базы работают. Чем дольше он держится, тем лучше. Сейчас Койл полетит. Ах, Нова и боялся, что прилетит Койл. Не хватило бы дэмэджа на то, чтобы снять 180 хитов со второго Койла, естественно. Но... Как быть? Где магазин, где лечиться? Что делать? Он Т2 готов? Может быть, Паладина вторым героем взять? Магазин экстренно восстанавливается. Футмены... Посмотрите на миникарту. Справа идет 120, да, в атаку. Слева футмены пытаются как-то оббежать, чтобы их не было заметно. Но их слишком много, они палятся на дыке. Персональный телепорт на футов идет то ли... Может быть, он прокрепить хочет до 5-го левела. Кажется, он сейчас крепить будет... Да, он крепит оранжевую точку. Какое хладнокровие надо иметь, чтобы во время усиленной такой осады со стороны врага принять такое решение и взять и закрепить, получить 5-й левел. Где герой? Второй. Вообще, с третьим молотком можно и в коня пострелять. So strong. Such much. Да, идут менты, сверху подходят... О, рифлы подходят, да? МКУ бьют, у него есть бутылек. А где, а где... Куда полетел первый молоток? Вот я не понимаю. Может, ДК? Может, ДК? Нет, Финд. Не успевает даже Койл кинуть. Замахивается Фростморном. Но у Финдасты... Ой, Лича, Лича мало лечить. Можно закружить, попробовать Лича сейчас. Не, забей. Какой герой нужен больше? Я думаю, Бладмейдж. Высасывание маны, передача для 5-го МК будет полезнее, чем... Ну и впоследствии банишь, конечно, на 2-м левеле. Это вообще будет такое... Где герой? Деньги есть, героя нет. Как так? Бладмейдж. Очень долго он ждал. Завтыкал. Зря. Как тут уже неоднократно убеждались. Секунды, доли секунды решают. Подойти молоточек просто кинуть. Не туда, не в того. Ну как так? Было понятно, что он будет хилять самого. Он был чуть ниже. Ну хотя пофиг. Футмены все равно бьют. Рифлы отстреливают Митвеган. Агрессивненько, агрессивненько. Побежали ополченцы справа. Ах, нету... Нету маны. Там крики идут китайцы бешеных. Болеют. А кто интрабл? Я так не понимаю, кто интрабл. Вроде у всех все плохо. Не хватает нового рабочего на золоте. Меня смущает немножко то, что у... Тиаша полтора косаря. Голды на руках? А где армия? Может быть на мейне стоит сделать пару арканок? Бладмейдж вышел сейчас. Тут Т3 пошел на половину уже делается. Понятно, что немножко не хватает ему леса. Да, есть такое дело. Но 1300, 1100 сейчас. Тысяча. О, пошел тратить. Это же проблемы. Это же неосвоенные ресурсы. Аккуратно. Можно уже кидать, да? Ой, баниш и молоток. Он даже без дрейна. То есть делает таким образом, что просто невозможно спасти финда. Хотя его можно взять, наверное, дирижаблем даже в Астрале. Дирижаблю-то пофиг, кого перевозить, лишь бы платили. И опять полетела акула на ракете сверху. Надо обязательно заняться, еще раз повторю, анализом этих китайских сумасшедших стрим-сервисов. О, делает он башню грифонов. Это похоже на отображение какого-то доната или ачивки серьезной. Акула на ракете летит очень редко. Пролетает. Надо будет зайти еще по ссылочке по окончании игры на стрим Теда и еще раз посмотреть на сумасшедший чат сумасшедших китайских болельщиков, которые флудят очень много. О, еще минус финт. Бах. Такая связка. Ну, даже руки опускаются. Что делать? Раз-два, смотри, раз-два. Сейчас дрейн пошел. Можно ману перекачивать и заливать в инку. Хавков делает. Много хавков. Вообще, петухарня хороша тем, что там же грифонов можно запилить. Грифоны-хавки, грифоны хорошо с банишем сочетаются. Хавки, в принципе, там остальное, что не убиваются, типа дестройеров, убивают. Это плохо. Успеет? Да, успевает. 14 хитов там было у него всего. Судя по тому, что обсидианок больше, чем две, полетела еще одна акула на ракете. Собирался он с дистрами давить. Я не уверен, что он должен делать. Я думаю, что он нужен к counter-экспансиону в перфеке, в левелом 5-5. А тяшу надо просто... Слушайте, это последний, кстати, андет. Это же 120 андет, он единственный андет вроде как на турнире. По крайней мере, в плейфе-то точно единственный андет. У него еще, его еще там девушка оставила, или он оставил девушку 3-4 дня назад. По нашим догадкам, там, конечно, можно гадать бесконечно. Вот, но не хочется, чтобы было две трагедии. Поэтому, может быть, стоит... Да как тут стоит-то? Тут... Тут все очень плохо. Хавков уже достаточно, чтобы потихоньку противостоять дистрам. Банишь молоток сразу же за Казмодан уже. МК очень серьезный. А почему он не стал болт кидать в Рейнджерку? Учитывая то, что Койл добил сам, задинаил Рейнджерку. Да. Да, молоток в ДК. Такой папашка. Баш сверху. Там еще плюс 20 и хил еще от паладина. До свидания. Ему будут кошмары сниться, я думаю. И на еще. Ге-ге. Одним героем выиграл. Ну, одним-двумя героями справился. Футменов мы за юнитов не считаем. Вышка, конечно, как сказал MTV Taker, тоже юнит, но не считаем. И, по сути, всю игру сделал МК плюс там Blood Mage впоследствии. И у нас нет андедов. Все. Нет андедов. Впереди матч... Впереди матч... Ой, подождите. Получается, впереди матч Human Elf в лозерах. Лоулит против Тиаша, да? А, Юмика против Лоулита, да. Юмика против Лоулита. А тяж против... 120. Тяж против Лоулита, правильно? Тяж против Лоулита. Да, я с против Флайа потом. Ой, как игр много сегодня. Вы лучшие!